Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани мяча». Сколько же интересного футбола мы смогли с вами посмотреть на прошедшей неделе. Ну и, естественно, хотелось бы поздравить всех с праздником, с Днем Единства, чего, наверное, не скажешь о тех командах, которые выходили на поле. У них уж точно единения не было, хотя ничейные результаты в какой-то степени можно рассматривать и под этой призмой. Состоялись матчи 1-8 финала Кубка России. Ну и, естественно, закончился первый тур чемпионата России. Ровно 15 матчей. Первый круг, конечно, первый круг чемпионата России. Сыграно 15 матчей. И, естественно, турнирная таблица потихонечку уже выстраивается именно в том порядке, в каком, наверное, мы и ожидали. В ближайшие 45 минут мы будем говорить с вами о российском футболе. А также Сергей Буслаев, Александр Сосницкий, Евгений Воронин, Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, по традиции, начинаем с тех матчей, которые у нас по календарю были первыми, а это Кубок России. Наконец-то мы видим матчи, которые интересно смотреть, которые результаты абсолютно непредсказуемые. Уже выбыли из борьбы Локомотив, Динамо, Краснодар, если память не изменяет, Краснодар. То есть, Ростов, лидеры, которые сейчас находятся у нас на передовой, в турнирной таблице чемпионата. Ну и давайте освежим в памяти результаты этих матчей и как они закончились. Итак, Торпеда Балтика, первенство команд первой лиги. Торпеда вышла в следующий раунд. Спартак-Ростов, огненный матч. И Спартак по делу победил ростовскую команду. Оренбург-Химки. Химки неплохо выступают в этом году и, мне кажется, абсолютно по праву они прошли следующий этап. Зенит-Томь абсолютно без вариантов вопросов 4-0. Нижний Новгород-Химки. Ну, видимо, перепутали. Нижний Новгород играл, конечно, не с Химками, но техническая ошибка. 2-2 сыграли, но Нижний не прошел и прошел дальше, естественно, Шинник. ЦСКА-УФА. Матч нереализованных возможностей у Уфы. Но ЦСКА на последних секундах забивает матч и продолжает свой победоносный ход за Кубком России. Ахмат-Луч 5-1. Вот таким вот образом Ахмат показал Динамо, как нужно обыгрывать Владивостокский Луч. Согласен. Ну и Урал-Арсенал 2-2 и по пенальти Урал победил 5-4. Друзья мои, так сложилась ситуация, что у нас, назовем так, левая сетка, да, или сетка А. Там остались в основном команды первой лиги, и они, в общем-то, и сыграют. Сыграют между собой и в четвертьфинале, и, соответственно, и в полуфинале, да. Чего не скажешь, в общем-то, о второй группе Б, которые собраны. Зенит, Спартак, ЦСКА. Ну, в общем, все те, кто, наверное, и должен играть в Кубке, доходить до высокой стадии. Александр. Спартак победил Ростов 2-1. Действительно, абсолютно по делу. Ростов был, ну, не похож сам на себя. Можно многое говорить, что состав был, да. Второй состав, но, тем не менее, Спартак очень ответственно отнесся к этому матчу, выставил основной состав и добился положительного результата. Спартак хочет взять Кубок? Ну, каждая команда хочет взять Кубок. Любую, возьми команду. Естественно, ребятам надо с новым тренером что-то показывать, доказывать. Ну, я не знаю, что... Ну, то есть, мы можем сказать о том, что, ну, в этом сезоне Спартак не, ну, как это сказать, не кладет на Кубок, как это делал он обычно. В смысле, обычно. Ну, а с обычного вылетало всегда в первом раунде. Вылетал, может, по игре вылетал. А ЦСКА, там, другие команды тоже вылетали. Тоже вылетали, да. Ну, дальше, то есть, каждые команды борются за Кубок. Это трофей, то есть, престижный, ну, имеют Кубок. Понятно, да. Я согласен, он не кладет, но хочет налить туда шампанское в финале. Да. Ну, вот сейчас будет же полуфинал, да, там, вот, Спартак, да. Это мы об этом поговорим, да. Вот поговорим как раз. Об этом мы поговорим. Ну, хорошо. В принципе, по матчу Спартак-Ростов, ну, что еще скажешь, молодцы спартаковские футболисты и болельщики, которые пришли на этот матч и поддержали свою команду, и Спартак идет дальше. Жень, ЦСКА Уфа. Ведь Гончаренко тоже не выставил, ну, такой боевой состав, скажем, да. Только последний, там, там, последний четверть второго тайма уже вышли, ну, может быть, игроки основы, скажем так. И сделали результат. И сделали результат. Что с ЦСКА? Что с ЦСКА? С ЦСКА главное, знаете, что вот не трогать руками вот грязно. Ногами, да. Особенно болельщикам любимая команда народа. Не надо. Да, да, да. Мы идем своим путем и не надо, скажем так, нам палки в колеса вставлять. Все нормально. Я хочу сказать, что по ЦСКА, ну, да, естественно, вышли в лошади Биолы и сделали замечательный мяч за 10 секунд до конца матча. Я был на этом матче присутствовал, естественно, все уже никто не верил, все уже замерзали, укутывшись в пледы. И хотели, думали, ну, ребята, ну, хоть кто-нибудь, потому что действительно как-то было слякотно, морозно, и все хотели, хоть кто-то забейте в конце концов. Чтобы не сидеть там полчаса, а то и больше там по времени получалось, потому что матч начался в 7 часов вечера, поэтому заканчивался там в районе 9-10, там, ну, это было бы тяжело высидеть там. Вот, ну, в итоге победили, молодцы, показали характер, показали, в дальнейшем матч специально был дан на отдых, скажем так, лидером команды, чтобы можно было потом поиграть в матче с «Зенитом». Ну, потому что нам тяжело очень играть, ну, с таким, грубо говоря, скамейкой, маленькой скамейкой, и в скамейке кто сидит, не Симура, да, и молодежь сидит, с кем мы, а играть три турнира. Поэтому я думаю, что Ростов, Ростов специально выставил такой состав на матч, дабы, дабы зацепиться за тройку в чемпионате России, чтобы можно играть в Лиге чемпионов. Следующий матч был бы у Ростова в марте 2020 года, уже практически все определится. Побеждай «Спартак» и отдыхай, решай свои задачи. Нет, я тебе хочу сказать, нельзя так. Конечно, нельзя. Не надо распыляться. Нет, зачем тогда? А я тебе хочу сказать, что «Спартаку», что «ЦСКА», поскольку мы в паре в дальнейшем играем, нам интересно и выгодно победить в чемпионате России. Мы по-любому оказываемся в Евролиге, ну, в Еврокубках. Кому победить? В паре «ЦСКА» и «Спартак» кубок необходим. Совершенно верно. Не такая же история? Ростов ниже… Ростов хочет Лигу чемпионов. Ниже пятого не опустится. У нас же три места же, правильно? Пока. Пока три места. Понимаешь? Вот поэтому Ростов хочет зацепиться за тройку. А «ЦСКА» не хочет? Хочет. Но все-таки по составу Ростов поинтереснее будет. Ну, да. Жень, подожди. Я не соглашусь, если честно. Вопрос. Вот ты сказал, да, вот, играли с «Уфой», правильно? Да. То есть, забили за 10 секунд. Да. Да? Вот ты говоришь, были уверены, что команда, то есть, ваша команда победит, то есть «ЦСКА»? Не было такой уверенности. Не было такой уверенности. Мне сказали, что, говорю, сидевшие на трибуне люди сказали… За 10 секунд до конца, там, вы сами… Нет, ты сказал, что были уверены, там, все уже, да? Не уверены мы были. Мы говорим, хоть кто-то забейте, чтобы не сидеть больше часа еще на трибуне, пока вся эта команда не доиграет. Поэтому сказали, забила «ЦСКА», забила. А если… В общем, матч, который… «Уфа», «ЦСКА» – это матч, который, мне кажется, никому не был нужен, вот, по идее. «Уфа» не хотела. Почему? Ты говоришь, никому не нужен. «Уфа» должна была побеждать. «Скамейка» тоже короткая, еще короче, чем «ЦСКА». Зато мы знаем, что у нас «Помазун» отличный врат. Хороший, мне понравился, да. Да? Да. Илья, что добавишь по этому матчу, по игре «ЦСКА» «Уфы»? Знаешь, Олег, можно на кубок смотреть на состав и сразу определять, какая стадия идет. Вот, потому что с каждой стадии добавляется некоторое количество игроков основного состава из ведущих команд. То есть проверяют молодежь, что ли, или как… Ну, а зачем они должны сидеть на лавке, полировать… Нет, нет. Илья говорит о том, что можно действительно не смотреть игру, или, например, взять, ну, два года назад состав любой команды и по составу определить, какая стадия кубка была. Одна шестнадцатая, одна восьмая, одна четвертая, полуфинал и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а по игре, конечно, армейцы вообще на этой неделе сыграли два таких не самых для себя матча показательных. Совсем другие были игры, и даже мы увидели армейцев не тех, кем уже… Мы увидели, может быть, «ЦСКА» той старой закалки, ту команду, которая имеет как раз характер, о чем вот на прошлой передаче говорили, что «ЦСКА», может быть, чуть-чуть в этом плане не хватает. Ну, а по игре армейцы, так по иронии судьбы, матч, который точно должны были проиграть в этом году, это «Уфе», они его выиграли. Так бывает. Это бывает, потому что иногда после матча, который мы проигрывали, который должны были выигрывать, бывает переходят переломные моменты, Александр не даст соврать, да, и потом начинает уже подниматься команда. Ну, это будет чемпионат России, поговорим. Хорошо, давайте вспомним сами и нашим телезрителям, напомним пары, которые сформировались в 1-4 финала Кубка России. Итак, у нас «Шинник» будет играть с «Уралом», да, и «Химки» будут играть с «Торпедо». То есть, у нас, получается, три команды из восьми, из первой лиги, и они… Кто-то из них дойдет до полуфинала точно. Дойдет до полуфинала точно. Ну, и другая сетка у нас, получается, «Зенит» играет с «Ахматом», ну, и «Спартак» играет с «ЦСКА». Я, честно говоря, в последний раз помню матч на Кубок «Спартак» «ЦСКА», где, по-моему, счет был 3-3. Да. Да, 3-3, и тогда по пенальти «ЦСКА» выиграл у «Спартака». Вот это вот мои последние воспоминания о встречах на Кубок. На Кубок, да. Какие прогнозы, друзья мои? Да, эта игра будет в марте. В марте перейдем. «ЦСКА» победит однозначно. Тут даже разговор в них. В марте будут и прогнозы. Потому что… Не, потому что… Не, на самом деле… Ну, команды не будут другие. Почему? Ну, зимний перерыв… Ну, где-то я видел, чтобы в зимний период команды так усилялись, что прям это другие команды… «ЦСКА» другой команды точно не будет. Да, у «Спартака» может быть, но у «Тренера». Уже этого никто не удивится. У «Тренера» поменяет, понимаешь? Ну, «Спартак» только поменял. Еще раз? Два раза в сезон у «Тренера» менять. «Черенку». Можно Олег сказать… Однозначно «Черенку». Что тут? Все нормально. Не, можно вам сказать примерно так? «Зенит» играет с «Ахматом», да? Получается, пройдет «Зенит», выиграет так. Потом «Химки» с «Торпедо», да? «Химки-Торпедо». Я думаю, «Химки». Пройдут «Торпедо» им это… А мне кажется, «Торпедо» посередине. «Химки» сильно истереснее играют. А мы посмотрим «Торпедо». Это «Кубка» встреча. Естественно, «Спартак», «ЦСКА», «Спартак». И еще одна пара. «Шинник», «Урал». Ну, здесь вот непонятно, где «Шинник» играют. «Урал». Да, «В Ярославле» играют. «Думаю, «Урал» тогда пройдет. «Урал» пройдет. То есть формируются пары по-твоему. «Урал», «Химки». Да. И «Зенит», «ССКА». Да. Ой. Поймал, поймал. Поймал. «Зенит», «Спартак», да. Ну, есть два позитивных момента для армейцев. Это в том, что, во-первых, такая вывеска в черт-финале как-то кубок укрепляет интерес к нему. Ну, и вторая позиция, еще более важная, то, что матч будет в Москве. И в этом плане будет просто проще играть и как-то ротировать состав. А уже «Хозяева» определились, да? Да, «Спартак» будет принимать. Да, «Спартак» хозяева. Ну, открыть арену. Ну, а как, с хорошей стадией. Можно будет иметь, вот опять же, возвращаясь к прошлой фразе о том, что по составу понятно, какая стадия, так как матч в Москве, то можно будет на банке держать основных игроков при случае, чтобы усилить игру. Ну, если вдруг армейцы каким-то причинам. Я не думаю, что любая команда против «Спартака» выставила бы, и уж тем более «ЦСКА», выставит второй состав. Не будет. Ну, конечно. На «Спартак» все настраиваются, то есть, какая бы там не было. Как Ростов. Да, то есть, выставляют все сильнейшие составы, потому что это «Спартак». Великолепный спич. Ну, что ж. Сейчас мы про «Арсенал» поговорим, как «Арсенал» у него будет играть. Да. Мы переходим к чемпионату России. Пятнадцатый тур. Ну, и давайте, давайте результаты посмотрим на экранах, и уже потом будем обсуждать. «Спартак», 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 «Арсенал» 0-1, 0-1. «Крылья», «Рубин» 0-0. «Урал», «Оренбург» 1-2. «Оренбург» может выиграть у кого угодно и проиграть кому угодно. Как, в общем-то, наверное, и «Урал». «Краснодар», «Ростов», «Матч» какого-то невероятного камбэка, когда «Ростов» ввел 2-0 и потом на 92-й и 94-й «Краснодар» забил. «Зенит», «ЦСКА» 1-1. Ну, тоже есть разные мнения, почему счет именно такой. «Сочи», «Тамбов» 1-2. «Тамбов» занимал последнее место в турнирной «Тамблис», ну, а сейчас уже 14-й. Сразу за «Динамо». «Динамо», «Ахмат» 1-1. Не смогли «Динамовцы» воспользоваться шансом у себя дома играли. Да, и плюс две игры там неплохо сыграли, но «Мат», видимо, тоже не подарок. Ну, и «Уфа», «Локомотив» 1-1. Друзья мои, действительно, у нас был праздник, День Народного Единства, да, и у нас получилось, что и «Краснодар», «Ростов» ничья. Первая пятерка, все сыграли в ничью, такое было общее единение. А ведь шанс был при осечке «Зенита» кому-то приблизиться, и никто не понимал. Ну, три очка – это не тот отрыв, которому можно говорить, что приблизиться или нет. Да, и только команды из второй, там, после шестой, они уже там, да, ничьих практически у них и не было, кроме «Рубина». Давайте поговорим о «Спартаке». Не так часто в последнее время мы говорим о том, что «Спартак», как это ни странно, встал на рейсы и пошел к победам. До этого было два матча, которые… Три. «Спартак», ну, ничья и две победы, я имею в виду. Два матча, которые победили «Спартаковцы», и началась, ну, я не знаю, каким словом можно определить, определенная вакханалия, что «Спартак» уже выше «Зенита» начали записывать и пророчить какие-то, я не знаю, чемпионства, лиги в чемпионские места и так далее. Ну, и «Арсенал» немножко остудил. «Арсенал» вообще команда, которая «Кона» уволила, которая до этого еще тренера какого-то уволила, да? Это неинтересно нам там. «Спартак», четвертый, по-моему, если память не изменяет по статистике, или третий точно, проигрывает «Арсенал» у себя дома подряд. Александр, что случилось со «Спартаком» в этом матче? Учитывая, что и «Ростов», и с кем они перед этим играли? С «Локомотивом»? С «Локомотивом» 3-0 обыграли легко и свободно. Нет. А тут? Ничего не случилось. Ничего не случилось. То есть обстоятельства так вот сложились. Игра вообще была в начале игры. «Спартак» имел преимущество в начале. То есть до, я не знаю, минут 10. Ну да, из 90 минут и 10 минут преимущества. Нет, подожди. Начало игры. Все. Там были моменты. В «Арсенал» вообще в воротах стоял парень, который второй раз стоял… В «Остове». Ну, в третий раз. Ну, в третий, неважно. То есть парень отыграл, на мой взгляд, удачно. Ну, бывают такие игры. Совершенно верно. То есть удачно. Верка как снимал. Да, он все снимал. Ну, прекрасно. То есть «Вратарь», а можно сказать, что «Вратарь» в какой-то степени сделал эту игру? Ну, можно сказать, да. Плюс сделал игру «Камбаров». Бывший игрок «Спартака». Прошел. Подача. Бывший игрок «Динамо». Луценко. Да. Просто в этом. Завершил. Кстати, вот здесь телефонный звонок. Давайте, да, пообщаемся и продолжим наш разговор. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот вы спрашиваете на вопрос, что случилось с «Спартаком». А ничего не случилось. Они играли свою игру. Правильно. Играли великолепно. Просто. Судья. Не удалила крокад. Явно не удалила. Это что такое называется? Вот. Сколько моментов. Как прекрасно играли. Но. Есть но. «Спартак» проиграл. «Спартак» проиграл. Увы. Увы. Ну, Игров, я с вами согласен. Я не думаю проигрыш. Ничего, ничего. Следующие игры будут выигрывать. Я думаю, все наладится у них. Есть? Да. Да. Я думаю, да. не знаю, не знаю, но почему он проиграл. Это вопрос большой. А мы сейчас его и обсудим как раз. Почему? Явно помогли. Судьи явно помогли. Явно помогли. Явно помогли. Арсеналу? Конечно. Конечно. Ему удалить надо было. И уже никаких голов не было бы. И давайте спорить. Там было явно на красную тянуло. Все. Давайте вот с кем угодно я подспорю. А можно с Евгением? Нет, можно с Егоровым, товарищи. Егоров, который заведует у нас судьями. С ними можно пообщаться. И по матчу ЦСКА Зенит с ними можно пообщаться. Где все сказали, где было все идеально, все хорошо. Поэтому... Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Все-таки после воскресного матча, наоборот, как бы Советский корпус хотел однозначно трактовать эпизоды. И поэтому он там не удалил. И здесь не удалил. Согласен. Давайте, давай. И вы сами видели, смотрели. Игра была... Нет. Спартак. Мы не говорим, что он играл плохо. Почему не забил? Ну, вот я же сказал. Удачно сыграл вратарь. Да. То есть игра пошла. Где-то вот... Может и игры нападения там... Был момент, когда вообще 100% бил практически в упор. Да, практически. Саша, ну, в общем, все свое везение. А почему опять говорит? А почему? С локомотивом. Вот. С локомотивом. Все забил. Спартак. Все, что летело. И с Ростовом все забил. Все, что летело. А тут, извините, не прилетело. Конечно. Нет. Ну, там человек играл в воротах. То есть он отрабатывает свой хлеб. То есть он стал играть второй раз в ворота. Ему надо как-то доказывать что-то. Я бы там... Ты бы, если бы был такого уровня, тоже бы, наверное, играли. И что? Выйти против Спартака. Естественно, он выйдет после... Не именно там... На хорошую команду будет. Саша, а ты думаешь, что должны команды выходить и играть против Спартака с заранее поднятыми руками? Естественно, все команды... Топает. На двенадцатом месте топает. Ну, какая топает? Ну, разница там в два-три очка. Ну, согласись, Саша. Не соглашусь с вами никак. Ну, Спартак сейчас обычная средняя команда чемпионата. Обычная средняя команда. Ладно, хорошо. Давай так. А ЦСКА не обычная команда? Да обычная средняя команда. Больше среднего, немножко. Спартак играл ЦСКА. Да. Больше среднего. Вот смотри. Почему тогда Спартак обыграл ЦСКА? Объясни мне. Случайность. А, видишь? Случайность. Случайность. А почему сейчас мы обсуждаем, почему выиграл ЦСКА? Нет, вы говорите, что команда там типа топовая. Давай обсуждать. Почему, за счет чего выиграл Арсенал? Из-за большего желания? Да. Из-за того, что правильно построили игру? Правильно. Ну, а что ты хочешь сказать, Спартак неправильно построил игру? Он не выиграл. Не забил. Я ж еще не забил, я еще говорю. Вратарь хорошо сыграл, удачно сыграл. Так сложился матч. Если бы нападающие забили бы, Спартаку забили бы. Если бы. Ну, Сереж, подключайся к разговору. Я подключаюсь с Александром тут. Ты же согласен с Александром? Я с Александром согласен. Просто складывается. Ну, мы же только что с тобой сейчас сказали, что Спартаку в предыдущих матчах где-то везло, где-то залетало действительно. Нападающие могли забить. То здесь, в этом матче, ну, действительно на высоком уровне сыграл вратарь. И Спартаку действительно в каких-то моментах и не везло. Потому что преимущество было на Спартака. Честно скажем, сколько ударов нанес Арсенал в матче? Два удара. Два удара, да. Один попал в вратаря, а второй удар попал в ворота. Все. Ну, они выиграли, да. Они за счет того, что грамотно отбивались, грамотно... Ну, сама отдача, ребята. Все на... Молодцы, да. Они все до конца играли. То есть, хотели победить. Видно было по ним, что они... Спартак тоже хотел победить. Не говорю, Саша, что Спартак из них вышел не побеждать. Понятное дело. Тем более играли дома. Мне кажется, что Спартаку легче играть с командами, которые бегут, которые сами играют. Сами по себе. Будь то Ростов, будь то Локомотив. Они сами диктуют игру. Жень. С ними проще играть. С Локомотивом, кто отдал три передачи голевых? Бакаев. Он играл в Арсенал? Он не играл. Я тебе... Сереж, я об этом сейчас говорю. Кому отдавать? Питать нападающих мячами? Кому? Господи, Бакаев. Ну, один матч у него вышел. То же самое, как у вратаря Арсенала. Кто отдал три передачи? Так бывает. Подожди, Олег. Новый тренер строит игру через него. Теперь что? Это новый Хави Иньеста? Ну, он хочет построить игру через него. Он эти игры поставил его в центр. И Спартак выиграл. Ну, набрал очки, по крайней мере. Набирал очки. А здесь, получается, его нет. И Спартак, смотри, посыпался в середине. Посыпался. Ну, значит, проблема у него получилась из-за того, что Бакаев набрал четыре карточки. Посыпался, это если он не показал бы игры. А игру-то показывал. Ну, это не везение. Ну, вот проще говорят. Да, да. Ну, как Бавария проиграла 5-1. Я вам объясняю, что против команд, которые стоят автобусом в защите, очень сложно играть. Играть на контратаках. Спартак диктовал свои условия. Пытался навязать свою игру. Арсенал играл от оборотов. Знаете, есть еще вот команды. Команды, знаю по себе, есть вот неудобные соперники. То есть, вроде, команда там внизу таблицы. Я говорю, Динамо. Динамо неудобный для нас соперник. То есть, вот неудобно. Как бы там турнирная таблица не складывалась. Получается, без Спартака Арсенал неудобная команда. Согласен, может быть. Может и так, да. Надо статистику посмотреть. Подготовить. 4 матча. Олег, подготовь. 4 матча. Уже подготовились. Побеждал. Да, да. Арсенал же выигрывает последние матчи. В Москве. У Спартака. То есть, ну, может и так как-то вот. Все. Мы разобрались. Ну, что ж. В принципе, все понятно. Да. Все понятно. Спартак действительно хотел. Спартак играл. Я не могу сказать, что это был худший матч Спартака. Что он, не знаю, взлетел-улетел после побед над Локомотивом и Ростовом. Но, действительно, можно, наверное, сказать, что, ну, не шел мяч ворота. Да нет. Конечно. Матч Арсенал ЦСКА. Вспомним. Арсенал какой? Турский? Нет. Лондонский. Или Лондонский. Когда потом тренер Венгер составлял футболистов с метра ворота. С метра ворота бить. Перерваться бить по мячу. Да. Был такое. Да нет. Конечно, если Спартак продолжит по 25 ударов наносить за матч, как он ударил в игре стулы, то, конечно, Спартак ничего не будет. Вот Динамо, пример. Бьют по 30 мячей в поворотах. И что? Ноль. Подождите. Ноль. Все-таки Динамо бьет чуть дальше, чем Спартак. Главное, хотя бы по 12 метров. За матч на толку-то. Ну что ж. Мы обсудили Спартак. Разобрали практически по косточкам. Давайте поговорим о Динамо. Сереж. Динамо-Ахмат. Действительно казалось, что пришло время Динамо выбираться. И как минимум такую устойчивую седьмую-восьмую строчку занимает. Потому что выше, скорее всего, уже не получится. Новый тренер и тоже не справились с Ахматом. Хотя у Ахмата сейчас проблемы. И я на секундочку скажу. Они на предпоследнем месте. Я знаю. Но с Ахматом всем тяжело. Олег, вспомни матчи. Легко-то ни на одной команде не было с Ахматом. Ну, кроме ЦСКА. Ну, может быть ЦСКА, да. А нам, Динамо, кстати, тоже. Команда очень неудобная для Динамо. Если вспомнить историю. Играем. Это раз. Второе. Тренер, конечно, выпустил такой защитный вариант. В предыдущих матчах он работал с сильными командами. А здесь, вроде, команда из низшей. Почему он взял опять пять защитников с одним нападающим? Тут вопрос, конечно. Потом он уже, видно, стал перестраиваться. Молодец, что он признает свои ошибки. Начал перестраиваться по ходу игры. Вот это помогло в конце дожать Ахмат. Потому что Ахмат уже оттянулся к своим воротам. Явно отбивался, как вот Арсенал Спартаком. Играя в меньшинстве причем. Играя в меньшинстве, да. Согласен. Но Динамо тоже, видишь, тоже не повезло. В начале матча, там какая-то седьмая-шестая минута, Панченко не забивает пенальти. Да. Тут 1-0. Ну, это то же самое, как ЦСКА. Да, да, да. На седьмой минуте не забивает. И все. А футболь играем в удовольствие. Да? Нет, ну там вратарь-то отбил, Сережа. О футбольном боге. Нет, ну понимаешь, Саша? Он согласен. Да, вратарь хорошо сыграл. А там Шунин напугал нападающего. Он попал в ворот. Нет, здесь понимаешь, если бы забил, Ахмат бы раскрылся, ему надо было отыгрываться. Конечно. И Динамо просто легче было. А тут, получается, они и так вышли играть вторым номером, а тут забивают и получается все. Я скажу, надо дать должность Динамо, что они играли до конца. До последней минуты. Я говорю, в меньшинстве. Да. То есть, да. А сидел Стас, этот… Черчесов. Черчесов, да. На трибуне как раз смотрел игроков. И на кого он там приехал смотреть? Ахмат Динамо. На Шунина. На Шунина до одного. И Шунин тут такой в конце совершает подвиг, выбегает забивать. И если бы не попал ордец нападающий, то он стоял сзади. Как раз он, кстати, подпихивал руками. Давай. И… Конечно, может руками можно играть. Молодцы. Он воротарь. Ну, конечно, обидно. Уже воротарь. Почему нет? Да. Конечно, обидно. Да. За 30 секунд, по-моему. Ну, надо верить. Саш, ну, получается еще вопрочек. Были же такие же у вас. Да, были. Да. Тут уже… Все. Уже победа в кармане. А вот 30 секунд. Саш, скажи, есть же фарт. Фартовые тренеры. Вот я считаю, что вот этот молодой тренер, Кирилл Новиков, ему даже везло в некоторых матчах. Вот там даже вспомню в ССК. Я уже говорил об этом. В какой-то степени Динамо повезло, что выиграли в таком матче. И в остальных набрали очки. Поэтому, дай бог, будет вести. Ну, глаза горят, конечно. Глаза горят. Команда немножко другая. Все, я на прошлой передаче говорил, все игроки, кто дает интервью, все говорят, да. Мы изменились. Изменились тренировки. Изменились тактические занятия. Кто он по складу получается? Холерик? Холерик. Ну, раз он там, ты видел, он около поля стоит. Если Хохохох сидел, смотрел, как Икононов. Он там сел в уголочке. Сомненники. А здесь его там, да. Сколько получил карточек уже? Уже четыре карты помочь. ТД сколько? Уже пропускать. Нет, две. Он сел четыре матча. Все он горит этой эмоцией. Так же Кирилл молодец. Еще две ударили. Он весь в игре. Весь в игре. Весь он с ребятами. Так что он еще молодой. Поэтому он еще футболистов себе не убил, может быть. Ага. Поздравляю. Молодцы. Даже динамоцы написали, что все было. Да, болели мы, конечно, за динамо. Чуть-чуть не хватило. Все бывает. Да. Ну что ж. Да, чуть позже мы поговорим о турнирной таблице. Да. Потому что действительно расстояние, скажем так, от шестнадцатого до десятого места всего лишь пять очков. Пять очков. Как, в общем-то, и расстояние от пятого места до первого места. Переходим к центральной матче этого тура. Зенит ЦСКА. Скажу честно, я даже ни минуты не сомневался, что Зенит разделает ЦСКА под орех и будет не меньше трех забитых мячей. Многие так думали. Да. Многие так думали, да. Даже букмекер. Я просто признался. Я просто признался, да. Но, как говорится, этого не случилось. И ЦСКА, опять-таки, если отматывать какую-то историю, могли, наверное, и одержать победу, если бы не удаление, если бы не понятные судейства и так далее. Илья, расскажи об этом матче своими глазами и своими словами. Своим языком. Ты знаешь, Олег, достаточно трудно этот матч комментировать, потому что в начале второго тайма игра практически, казалось, закончилась. Потому что Зенит все-таки был сильнее армейцев. Армейцы забили какую-то ошибку защитника Караваева. И Влашич исполнил. И поэтому армейцы ушли, ведя в счете 1-0. Но все равно такого чувства, что армейцы играют на победу, лично у меня не было. И, может быть, до некоторой степени такая крамольная мысль, может быть, и удаление до некоторой степени и помогло армейцам. Потому что какие-то нашлись внутренние резервы. Зенит так уже подумал, что ну все, сейчас точно добьем. То, что в Зенит игра ладилась. Армейцы очень сильно прижимались. Честно говоря, я очень удивлен, что Зенит не дожал армейцев. Но получилась ничья. Вообще, для армейцев, наверное, нормальный исход. Абсолютно. А если вот дальше начать обсуждать уже какие-то нефутбольные моменты, ну, хочешь, давай пройдемся по этим моментам. Это, конечно, кошмар. А давай, Женя, заставим его пройтись по нефутбольным моментам. Да, пройдется. А мы уже о футболе поговорим. Ну, как истинные эксперты и знатоки спорта. Вам все уже судьи сказали, что все хорошо сыграно. Но на самом деле, вот посмотрев все это безобразие, что творится судейство, мне просто жалко наш российский чемпионат. Просто жалко. Потому что, грубо говоря, там на наших игроках ноги отрывают. Ни одной карточки не показывают. Человек играет, грубо говоря, ну, чуть ногу поднял, человек идет лицом, показывают вторую желтую и удаляют. Да, за первой там была, естественно, там чистая желтая карточка. А здесь, ну вот, он поднимает на уровне пояса. Он играет мяч, а тут человек вылетает головой. Да, вылетает головой. И за это показывают желтую карточку и удаляют. И заметьте, не хочу ничего говорить, потому что это не эфирные слова, которые я могу произойти в адрес судейства. Хорошо, ты начинай говорить, а я прямо сразу пиии. Да-да-да, это просто пиии. Вот так вот и игра прошла. Не, подожди, стоп. На самом деле, удаленный игрок, насколько я видел, он постоянно опекал Дзюбу. Постоянно. Он постоянно с ним работал. И видно было, что Дзюба не в своей тарелке. Он играл не так, как он может играть. И как мы его видим все время. И поэтому, удаляя этого игрока, я не говорю, что там удалить дважды игрока Зенита, прямой красной карточкой. И мы не будем об этом. Но просто состав Зенита настолько шикарен, что пользоваться судьями, ну, блин, ну, куда мы катим. А ты не помнишь, Олег прогнозировал в этом году, кто будет чемпионом? Прогнозировал. Я думаю, что он был сделан звонок ему из-за прямой организации. Значит, он что-то знал уже заранее. С голубым фитильком. И сказали, что мы будем чемпионами. Знаете, что я вам скажу про судей, что я вам скажу? Так, 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 так. Да, я, может, с вами согласен, да, там где-то какие-то судейские моменты были, что, ну, это тоже человеческий фактор. Ну, судья, да. Игра между, извините. Лидерами. Лидерами, да. Наконец-то ты согласился, что это все-таки лидеры игры. Да, лидеры, да. Ну, не аутсайдеры, так? Ну, согласен. Игра центральная и игра тура, да, то есть немаловажно. Судья, ну, чуть-чуть поплыл. Саша, у него вар был в ухе. Ну, вар в ухе. Ему могли подсказать. Парень, там парень два раза ногу чуть не сломал. Согласен, Сережа. Поэтому слово вар в России, это просто вар. Ну, а почему вар? Почему не подсказали? А почему вар? Да. Желтую карточку? Нет. Да при чем тут? Подсказать можно. Вспомни, моменты были. Если, допустим, кто-то локтем там толкнул, помнишь, были удаления? Пять минут проходит, ему в ухо говорят, там штрафной только что, толкнули там кровь. Он возвращается, дает красную. И у нас, и за границей. Красную, но не желтую. А он не дал желтую. Подождите. А обликовую ногу ты видел? Что там не красная? Да. Там чистый красный, когда подкат идет. Это старый момент. Сашон молодой, у него еще там эти мышцы, кости еще такие здоровые. Он бы сломать мог какой-нибудь старикут? Конечно. Я вам скажу, судьи, это неприкасаемые люди. Не будет судей, не будет. Да нет. Зачем вар тогда нужен, Саша? Да. Вот вопрос. Вар нужен, спорный. Там пять человек сидят, на поле пять человек. Вар нужен для того, если, как я понимаю, да, вот, если какие-то спорные моменты, там, плюс-минус. А это не спорный момент? Подсказать могут. Да, голы там или еще. Здесь это не спорный момент. Причем тут голы? Голы могут быть подскоры просто. Подожди, Жень. Если будут, вар будет обращать на каждое нарушение, тогда эти судьи, они не нужны. Стоп. Это красная карточка. Ничего себе каждое нарушение. Это красная карточка, Саша. О чем разговор идет? На красную карточку. Красная карточка. Даже не фолл, это два раза откровенные, грубые. Грубые. Грав в ногу, да, все. И притом и судейство не видит. Вар не видит. Он травму нанес. Никто не видит. Он травму нанес. Уже просто такие мелочи, когда Дзюба специально наступает на ногу. Согласен. Мы даже молчим про это. Согласен. Он мог травму нанести Дивееву. Как он это сделал? Спецом. И поэтому... Конечно, конечно. Я согласен. Артем, ты для меня не существуешь как нормальный джентльмен. А для меня Азмун. Я просто... Это просто... Вот согласен. Молодые игроки, 19 лет. Это будущий, может быть, защитник сборной России. Зачем ты так это делаешь из предательства? А он такой был всегда. Это просто... Опять же, это не литературно. Я не могу говорить... Вспомни, как у Спартака уходил, Жень. Вот вспомни, как Спартака уходил. Все станет ясно. Все сразу. Давайте не будем в этом. Ну, ошибки. Знаете, кстати, кто был? Она специально это делает. Чтобы нанести травму защитнику. Чтобы он не играл в сборной. Ну, что такое. Знаете, как компания финансирует вару? Я не видел. Я не видел, как сам ситуация. Специально, не специально. Я ничего не могу сказать. Специально. В этот. Он убирает ногу. Он мог мягче сыграть. Он именно прямо на длинностопе. По поводу судеб. Ну, бывают человеческие факторы. Если взять каждую игру... Зачем корпус этот содержать судейский? Давай мы наймем из-за границы. Будем оплатить там по 5 тысяч евро. И все. И будут приезжать, и будут нормально судить. Либо вы вводите вар везде, во всех матчах. Либо вы не вводите вообще. Потому что другие команды в неравных условиях играют. Вот Динамо, допустим, с варом терял очки. Без вара набирал очки. Я не говорю, что там подсужили, не подсужили. Но, понимаешь, это неравные условия. Действительно. Если вы ввели в вар, введите, как за границей. Почему в Испании во второй лиге есть вар? Сереж, то-то и обидно, что вар-то не работает. Нет. Пользоваться СССР был. Вар работал, и мы побежали. Я согласен. Ну, и в обратную сторону. В обратную сторону. Да, ну здесь, понимаешь, выпиющее хулиганство творится на поле. Конечно, конечно. И судья, и вар вместе с Карасевым. Я согласен. Вместе с этими главными арбитрами. И пусть он посмотрит. На красную, да. Да. А желтую, нет. Они говорят ему, мы думаем, что это на красную. Посмотри, есть же телевизор. Пускай подойдет к телевизору. Да, посмотрит. Посмотрит телевизор. А вот тут правильно. Есть подозрение на красную. Да. Он подходит, смотрит. Есть красную, нету. Я думаю, что красную нет, а вот желтую вполне можно было дать. Или желтую, да. Согласен. Да, и тогда уже, да. У нас есть телефонный звонок. Давай немножко мы это… Остынем. Остынем, разрядимся. Может быть и нет. Добрый вечер. Здравствуйте. Я что хотел сказать. Вот раньше, в советское время, у меня 60 лет стажа. И я скажу, раньше 5 команд выбрасывали. Какой интересный был. Московский «Спартак» вылетел, Ленинград тоже вылетел, но его пожалели. ЦК партии пожалела Ленинград. Но потом вылетал несколько раз. Вы не представляете, как интересно было смотреть. Вот. А это что? Две команды. Тё-тё-тё. Тё-тё. Тё-тё-тё. Тё-тё-тё. А вот пять команд вылетят, и мы посмотрим, как будет и как будет структура нашего футбола строиться. И от хорошего. Надо радикально меры принимать. Радикально. И до сборной хорошо. Два раза в неделю играть. Что-то это тренировки. Там наш корреспондент побывал и посмотрел тренировки испанцев и наших. Он понимает, у меня нет слов. Он говорит, да это не тренировки. Это какие-то… Ставят четверли. И, мать, перепожовывает это. Вот тренировка. Да. Я… Последний сейчас спросил чё. «Конечно». Мы бегали 1500 метров рваным темпом. Вы знаете, сколько побежали 1500 в рваном точке? Конечно. Нет, вы этого не знаете. Потому что молодые. Ну как-то не знаем. Мы знаем. И 1500 мы знаем. Просто замечательно. по всем параметрам. По всем параметрам. А еще тест Купера мы знаем. Угу. А еще мы знаем, когда пенальти исполняет игрок. Вот Александр не даст соврать. Была такая история. Когда держишься за мяч, делаешь там несколько оборотов вокруг мяча. Ну присел, да? Да. Совершаешь. И потом тебе надо пробить по воротам. И вот смотришь, какой вестибулярный аппарат у кого. Да. У кого как, да. Да. Некоторые по мячу-то не попадали. Попадали просто вот рядом с мячом. Работать физически. Физически надо работать. Да. Согласны. А не дуракам валять на тренировках. Я удивлен, сколько мы работали. Я случайно не попал в спорную союз. Случайно не попал. Понимаете? Настолько... Я посмотрел, как я тренируюсь, как я бегаю. А вы, я извиняюсь, вы в какой команде вот тренировались, играли? Я играл, как вам сказать, в заводской команде. Ну вот поехали в Москву смотреть и посмотрели. Мы вышли в кетах, в кетах играть. В рваных. А на атаке играли. Вот побежали. 7-0. 7-0 мы облябли. Как Пап Карла порвали. Они играли. Спасибо. Еще раз прошу прощения. Прошу прощения. Как вас зовут? А это что за геронда какая-то? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Вот дайте мне возможность физически работать со сборной. И я вам слово даю. Или половина команды разбежится, как у Зонина. Как у Зонина. Или я делаю их чемпионами. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за такой эмоциональный фон, за эмоциональный подъем, который вы привнесли в нашу программу. Ну что ж, подводим итог. Зенит ЦСКА. Мне кажется, этот результат устроил и Зенит, и ЦСКА, и Локомотив, и Ростов, и Краснодар. Мне кажется, и даже Спартак. Чего греха таить, хотя он не конкурент ни тем, ни другим. Переходим к турнирной таблице, как мы и говорили, смотрим. Итак, Зенит на первом месте. 33 очка после первого круга. Ростов. Для кого-то может быть неожиданность, но для кого-то понимание, что Ростов становится, ну, если пока не грантом, то, по крайней мере, точно команды, которые нервишки многим еще подпортят. Локомотив, Краснодар и ЦСКА. Здесь все, как говорится, в радиусе одного-двух-трех очков. Поэтому я, честно говоря, не сомневаюсь, что именно эти команды будут разыгрывать путевку в Лигу Чемпионов. Арсенал, Крылья Советов, Оренбург. Да, команды замыкают первую восьмерку. Ну, а дальше, если посмотреть... Возглавляет вторую часть. Возглавляет, да, вторую восьмерку, нижнюю у нас «Спартак». Но если посмотреть действительно разницу между первым и девятым местом, это пять очков. И, смотрите, 18, 17, 17, 15, 14, 14, 13. То есть, в принципе, тут все понятно, да. И я не думаю, что... Спасибо. Что здесь уже все определено. Что понятно? Что определено-то? Что там определено? Я и сказал, что здесь абсолютно непонятно, что уже все определено. О-о-о. Смотри. Да нет, конечно. Ну, какая такая разница? Разве может быть здесь что-то будет определено? Интересно. Так давно не было такого чемпионата. Там шесть очков и здесь шесть очков. Я такого чемпионата не помню. Извините. Или семь очков. Да. Я такого чемпионата не помню. Каждый турник может вспоминать. Друзья мои, вторник, среда, четверг. У нас матч Лиги Чемпионов. Давайте сразу вспомним, кто у нас на этой неделе играет. Зенит играет с Лейпцигом дома. Сегодня. Да. Прямо сразу уже после окончания нашей программы. Если Зенит не обыграет Лейпциг дома, тогда нечего идти Зениту дальше в Лиге Чемпионов. Мы будем болеть за Лейпцигом. Ну и Локомотив Ювентус. В среду. Матч, ну чудо-матч, который мы будем ждать. Роналдо приедет в Москву. И естественно все болельщики, фанаты Локомотива, надеюсь, собираются уже на стадион. Ну и Лига Европы. Лига Европы тут немножко хуже. Но шансы не теряем. Ференс Варыш, ЦСКА. ЦСКА обязаны обыграть Ференс Варыш, если он хотя бы еще хочет что-то попылить, что называется, в Лиге Европы. Ну и Краснодар, Трамзон Спор. Трамзон Спор на последнем месте. Краснодар побеждает. И он как бы... Но турки тоже не подарок. Не подарок. Друзья мои, ну и естественно выходные. Давайте посмотрим матчи 16 тура. И там естественно будет свой матч тура. Локомотив Краснодар. Кто-то из них по-любому потеряет очки. И это естественно могут воспользоваться. Ростов-Тамбов. Тамбов, мы говорили, предпоследнее там место. Ну и... Да. Спартак, Крылья Советов. Ну это Крылья Советов, конечно. Да. Ну и Сочи, ЦСКА. Сочи... Между собой. Да. Сочи на последнем... Спасибо. Сочи на последнем месте. Если уж ЦСКА не будет... Дверью хлопнут как раз и все. Какого хлопа-то еще? Ну не хлопнут. Я играю в Сочах. В Сочах. Ну и дома надо выигрывать. 25 градусов. Отлично. Итак. Итак. Сереж. Рубин Динамо. На выезде. Ну я думаю Динамо не уступит. Я думаю 1-1. Вот честно. Скорее всего ничего будет. Итак. 2-1. В Самаре. Нет. Здесь дома. 2-0. Это 3-0. Думай 2-0 где-то. 3-0. Хорошо. Поехали. Сочи ЦСКА. Сочи ЦСКА. 0-2. И уж тебе достался Локомотив Краснодар. Вкусненькая. Локомотив Краснодар. Ну пусть будет интересный матч 1-3. 1-3. 1-3. Локомотив проиграет? Думаю да. Дома у себя. Пора бы. Да. Ну что друзья. Думай 2-1 где-то такой. Да Серег. Ну что ж друзья мои. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо что все это время были вместе с нами. В следующий вторник. Как всегда мы с вами встречаемся на телеканале Видное ТВ. и обсуждаем наш российский самый лучший футбол. Ну а пока болеем за своих. Пока. Пока. Всего доброго. Пока. 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 Пока.